В Саратове сотрудниками уголовного розыска задержаны трое несовершеннолетних курьеров, которые помогли мошенникам обмануть доверчивых граждан на сотни тысяч рублей. Первой жертвой подозреваемых стала 96-летняя жительница Кировского района. Думая, что помогает знакомая, которая якобы попала в ДТП, 16 июня она отдала двум 16-летним подросткам и их 17-летнему другу 95 тысяч рублей. Еще одна пострадавшая, 80-летняя жительница Заводского района, 19 июня ей позвонили неизвестные и сказали, что ее внучка стала виновницей дорожной аварии. Потом трубку взяла якобы сама родственница и плачущим голосом попросила у бабушки 200 тысяч рублей за то, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности. Вскоре к пенсионерке пришли трое несовершеннолетних курьеров и забрали деньги. Когда полицейские задержали подростков, они рассказали, что в поисках подработки зарегистрировались в закрытой группе социальной сети, где вели переписку со своими кураторами. В их обязанности входило забирать деньги у обманутых мошенниками граждан и пересылать через банкомат на определенные счета, оставляя себе от каждой суммы 10%. В итоге подростки хотели легкого заработка, а стали фигурантами уголовных дел. Осознав свою вину, молодые люди призвали сверстников не совершать необдуманных поступков. Я бы хотел обратиться к таким подросткам, как я. Не надо гнаться за такими работами. Это все детский лепет, потому что деньги, да, большие, но они вам не нужны, такие деньги. В любом случае, рано или поздно, все попадаются, все до того, узнаются. Не идите никуда ни на закладки, ни обманам. Это все, это все глупость. Так что не советую никому это. Я осознал свою ошибку, потому что я не знал, что это на самом деле за тем, и я как узнал, пожалел. Также вы пожалеете, поэтому лучше учитесь на моем опыте, чем на своем.